Я не стану, что плюс 52, что 62, а здесь в России, что минус 40, а сейчас еще раз непонятно, творится. Ладно, мы начинаем с вашего решения, с того, что сегодня последний затянувшийся, спасибо, что не устали от этого, авторскую встречу, мы говорили на три, на полгода. Я обещал, что будет лирика, я всю жизнь лирику прорываюсь в плеть, иногда пою, знаете, а вот не получается никак, где-то целиком хоть бы один такую встречу, где-то посвятить. Вот, потому что много событий здесь, и даже где Украина, там все это, понятно, где лучшие люди практически уничтожаются. Я вам сказал, повторюсь, мне там очень, да, мне жалко, как всегда на любой войне, там, естественно, страдает большое количество шефов, медных людей, и причастных никогда, ой, люди другого не воюют. Но здесь вот такая вот непонятная особица, междуусобица, и одним словом, и товарищ мой старый, что его согласен, и видит, что когда паны берут слухолубу, в чумы трещат, вот, и хорошо быть свободным, никому не подчиняться, хорошо, что я надеюсь, я даже не только мне не пристаю, а мы можем общаться, вот, если я спокойно здесь и говори. Значит, о том, что есть человек, я обязан про него сказать, значит, потому что я начал, вот, дорогой, спел эту песню, могу сказать, что я не буду его называть фамилией, кто знает эти песни, и чьи он, не говорите, потому что я не хочу ничего сказать. Ведь в Луганске никуда не уезжать, а вокруг убивают соседей те. А он не может сбросить жену, дочку мою, она не может, крохора не уговорила, и собака, и в Камчатку. Он русский офицер, на бросках костей, всю свою жизнь плохую, а лучше убивать не буду. Эти, сволочь, начистят Луганское, там никого не останется. Ну, бог с ним, это на совесть, пусть от всех правительств, и нашего тоже. Так бы пить, что давай поможем братьям, Крым, пол за Крым заполучили, сделан большое казино, а 10 миллионов славян на Украине никому теперь не нужны. А этот человек нужен вот нам, афганцам, потому что он был первым, потому что песни, которые он писал, а потом красивый фирошотик, тоже собранник из Донецка, неизвестный, как Юрий Фирсанов, тоже стал известный. Значит, лучше, конечно, слышать в исполнении автора. Но я начну с этого, с одной, я спою еще раз эту песню, кроха, о которой идет речь, она под 40 лет ей уже, Но тогда, в 79-80-м, она была маленькая. Декабрь, зимы, начало, В декабре дни рождения есть. Для кого декабрь, начало, Для кого ли единая песня? В декабре меня крохот спросит, Потирая озявший нос. Папа в земле подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз. Папа в земле подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз. В декабре есть еще одна дата Без отметки на календаре. Я тебя целую, как брата На Кабульском чужом дворе. Слезы радости, помни об этом И друзьям своим растолкуй. Отчего нам так дорог этот Неуклюжий мужской поцелуй? Отчего нам так дорог этот Неуклюжий мужской поцелуй? В суету новогодней встречи Вспомним наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, Тост второй за живых ребят. Могу назвать его кличку по Абганистану «Карась». Значит, потом к нему будет возвращаться по столяну, Потому что сейчас плавно переходим Двум другим замечательным праздникам. Всех, кто служил, первый. Он, правда, прошел, но я бы сделал его В любой день недели праздником воскресным. Чтобы никто не работал, отмечали только неделю. У него славная дата. Это деле военно-морского флота России. Военно-морской флот – это и сила, и мощь России. Петр Первый, Великий Петр, об этом знал. Потому на все вопли, всяких амбассионерах и прочих В России был могучий флот. И на всех ворях, на всех океанах, во всех Был один флаг. Он был и в пехоте, кстати, назывался он, Андреевский стяг, это во флоте, или Андреевский флаг. Это был военно- и военно-морской флаг Российских империй, где император был Петр Великий. Три калор, при всем уважении, это торговый калорский флаг. У многих стран имеются три калори. Не осуждали, так решили, и пусть так будет. Ну, да, покажу. Военно-морской флаг России был и остается. Никаких торговых. Это крест, это Андреевский стяг. Значит, все победы, все победы великие. Предков наших, и отцов наших, и в отечественном войне, кто служил в морковь под Андреевским стягом. Значит, я вот не понимаю, так переверни его получше с французским. На колодке Росевского Союза, почему с французским? Непонятно. У нас же горизонтально, а это вертикально. Не уместилось, но будет сделать большую колодку. Конечно, в итоге. Но много непонятно, чего происходило. Я, к сожалению, не могу писать о том, с великим уважением и я отношусь к тем, кто служил и служит в военном. Вообще к конструкторам, к матросам, к старш-фальцерковому составу, на подлодках, на кораблях, на военном арстите, в великое уважение. Но меня, конечно, можно судить. Я море не люблю. Я сухопутный крысы, я больше люблю землю. Я не боюсь, что у меня нет, у меня не выкачивают предметы, а я на гады, там, куда-то ничего. Но я хочу, сейчас, вот кто еще в зале, я одного сейчас назову, а вы, кто, какое отношение к военно-морскому флоту? Тогда мы в лице нашего оператора-биотраты Юры, вот он стоит, вот, после поливода, там, за прицелом, за перископом. Вот, похлопаем его и поздравим его с днем. Я не писал песни на военном арстите, ну, нельзя писать, ничего не знать. Я знаю многих, которые, наверное, вообще там, прыгали, а те, когда прилетали с самолетом, потом где-то что-то прочитали. Я писал песни, может, потрясать. Я вообще люблю один сидеть, не на пляже где-то, а слить, смотреть на что угодно. Хоть цена, хоть приводит, нет. В море, оттуда, наверное, все вышли. Такой же на земле три вещи, которые невозможно изучить, не обретят собственной земле. Матушка земля, мать сыра земли, никто не знает, никто не знает. Никто ничего за струклет и там, ничего не знает о небе, отмечки беспредельные, океан такой же. Вот на этой смотрюшке, и как я об этом тоже спорю, как в горах, ощущаешь себя вот такой вот маленькой песчинкой. И мне не нравится, когда покорили море, море и покорили Москву, покорили его мест. Никого покорили, кривая на него. Но моряки, вообще все моряки, люди риска всегда. И никто не считает, сколько военных моряков, сколько рыбаков лежат на дне морском. Могила там же, в море. И точно мест не установлено. Поэтому о море. Песня это о море. Называется она о том, что главное, моряку, рыбаку, военно-морскому моряку, они говорили про него. Там еще риск, еще больше. Море для всех, или друг, или врач. А если еще война, то... Ну, не важно. В общем, Называется песня «Порт, надежда и разлуки». Надежда на то, что все, кто этот порт покинули, вернутся к своим любимым, к своих детям. А разлука неизбежна, особенностью воинного человека. А если он в талон, уходишь там куда-то, или вот... Вот она так называется. Честь дня моих морков, вот это все, что мы будем. На самом кранишке земли Ячайки мечутся в испу, Стоят на рейде корабли Порту надежды и разлуки Команды их на берегу Ещё не ведают приказов И капитанский мощник пуст И мёртвые стрелки у компасов Команды их на берегу Ещё не ведают приказов И капитанский мощник пуст И мёртвые стрелки у компасов Но день придет, придет посад, Разбудит старых капитанов, Упругов сдует паруса, И понесет над океаном, И покидая материк, Затраив палубные люки, Оставь печаль свою, старик, Порту надежды и разлуки, И покидая материк, Затраив палубные люки, Оставь печаль свою, старик, Порту надежды и разлуки, Оставь порядок на берегу, Были, горести и беды, Кто был твой враг, прости врагу, Его нападки и напеды, Где море с небом пополам, Вчера враги, сегодня другие, За все сполна воздастся нам, Порту надежды и разлуки. Где море с небом пополам, Вчера враги, сегодня другие, За все сполна воздастся нам, Порту надежды и разлуки, Чужие ждут материки, И болят светом незнакомые, Но всех важнее маяки, Что путь указывают к дому, Они зовут издалека, Лучи раскинув словно руки, И ожидают моряка, Порту надежды и разлуки. Они зовут издалека, Лучи раскинув словно руки, Не ожидают моряка, Порту надежды и разлуки, Как стонут чайки за кормой. Высулял в штормой непогоду, За горизонтом дом родной, А горизонт свалился в воду, Но если верит наш компас, Нас третят милые подруги, Заветный день, счастливый час, Порту надежды и разлуки. Но если верит наш компас, Нас третят милые подруги, Заветный день, счастливый час, Порту надежды и разлуки. И на прощанье слез не леет, Хватает соли в океане, Прямые мачты кораблей, Уже растаяли в тумане, Заводит ветер свой напет, В снастях натянутых, как луки, А сколько их по всей земле, Портов надежды и разлуки. Заводит ветер свой напет, В снастях натянутых, как луки, А сколько их по всей земле, Портов надежды и разлуки. Портов надежды и разлуки. я не успел бы это сделать, она и тогда не получила, все это не получила, лучше с вашего ощущения вам прочитать. «Испокон считает цевиков древние красивые предания. Чайки — это души моряков, смерть свернушедших в океане. Этим птицам с морем и расстаться, долго жить не в силах, на земле водами, над мачтами кружатся, белые небесные синили. Бригантина, сломанные мачты, трусов остатки, ветер вверх, борт пробит, корабль гибнет, значит, на плоты, а там, как повезет, беспредельным волны океана, где же ты, желанная земля? Помолись за душу капитана, так и не сошел с корабля. Мирный океан волной клубится, тихо катит волны, не спеша, но глядись, вот так седает птиц, может, капитану, душе. Полагалось, сначала приготовился к этому 100-летию Первой мировой, она не Первая мировая, просто историю, никто не помнит, она, Первая мировая была в этих 12-х 12-х. Она отечественная была, потому что Наполеон защищался Россией, в конечном итоге, опять всю Европу вместе с Наполеоном раскатали, по трампометру списали, несмотря на то, что все покоренные Наполеоном, вошедшие в Аранцузскую империю страны, австританы, все приберлись к нам. Парадокс непонятный, почему Наполеон Софии Европы, когда нам туда в 12-м скатился, хотя там обнимались и даже тесно целовались с оператором, русским, совместным учением, то же самое было с роковым, с Германией. Почему? Никто не один, нам не ответит историк, а почему хоть на таком договоре к нам отошло? Уже была Вторая мировая война и Вторая Отечественная. Опять все Европы все покоренные, и немцы, пришли сюда в Европу. Сейчас они из себя кончат, непонятно. Кстати, вот о том я говорил, мне взяли интернет, вырубили, я предложил, как только началось заварушку у вас сам на Украине, ну я в шоку, я же не знал, что у нас такие бдительные органы, организмы всякие внутренние, мне и красиво отрубят на 2 недели интернет, по слуганскому свету будет потерь. Взяли, говорят, 600 рублей за 2 месяца из этого и все пропало, но не важно. Я предложил, и сейчас предлагаю, я не служу никому, нигде, и слава Богу, не в Луганске, а в деревню лазил под Москву. Значит, предложил простой выход из такого положения, ну чего, вот в этом году, кстати, исполняется 75 лет договора Волтуре Метро, по которому нам, Германия, в лице Адольфа Алоизова Чиколь-Грубера, отдала Западную Украину, Белоруссию, Белосарабию, Прибалтику, то, что Ленин отдал тогда по договору победишь, проигравшему, мы не будем, это потом расскажу, когда-то про вторую мировую, я давайте наследницу Абгели Меркель еще приплатим, вручим спасибо тебе, госпожа Меркель, вот возвращаю вам эти ваши территории, Западную Украину, сюда, спасибо, пользуюсь, возьмите себя. Алина прорвался, а как же будет Польша? Нет, спросил, тот прорез сюда сугубо приватный чаш. Я ответил, а как Польша? Немцы разберутся с Польшей, как в 39-м. Да с чем в чем? Завтра вообще без выстрела, это все Голландия, там, Гидерланды, как их называют, они все будут ходить и в АФМСС будут воевать, по всей, так вот. Чего-то Меркель не захотела, она там, как честно, я давала, кто-то, да, то есть, да, что-нибудь, мечется под клиентом, короче, ну, это важно. Вот, отдали бы и все, и не было бы таких ужасов. Значит, переходим к второй части, и я хочу открыть песню, а вот в десантуре кто служил? Еще один великий праздник, замечательный, вот, тогда в вашем лице кто десант пещет? Ну, с Кеснастом. Да, да, и я тоже, десантская подготовка на базе Улевы, но не важно. Это замечательный праздник, это ударные войска, такие же, как морская пехота, как РВЦ, ударные войска, что из них сделали за последние 15 лет, но дух же остался, дядя Василь, он же не истребил, и поэтому от того же карася, посаженном в Луганске, я не смог эту песню петь тогда, потому что заболел у меня, сам заболел, второго августа приехал, а сейчас, по всему разрешению, конкретно вам и всем нам посвящается. это поздравление, всем писательникам, это общенародный праздник, такой же, как и советская армия, как мотка, как и гостин, это наша защита, наши ударные силы, и поэтому десантуры. Поздравление от карася. Продували мы, браты, сыграли сбор, с днем рождения, полосатая лаборатория, мы продолжим долгожданный разговор, все прослужим на военные дела, покуражимся и в шутку, и в серьез, помним все, что возвращается во сне, и за встречу мы поднимем первый тост за друзей, что были рядом на броне, и за встречу мы поднимем первый тост за друзей, что были рядом на броне. Эй, братан, помнишь первый наш прыжок? Старшеву и как учились воевать, как звучало долгожданное, пошел, а земля кричала, ноги, вашу мать, мы, конечно, прокинем по второй, за Эрдеза вкус горячего песка, за ромашки куполов над головой, за десант, за элитарные войска, за ромашки куполов над головой, за десантные воздушные войска. Мы сегодня только наши будем петь за любимых, что не плюнули в лицо, за девчонок, что сумели обдавить, не надевшие обручательные кольцов, а потом на третьем встанем, помолчим. Жалко, нет, дизайн и жизнь запасной. И за тех, кто не сказав пятьсот один, в нашей памяти ушли на затяжной. Мы уж думали последняя война, но понравилось рождям красиво петь, и приходится, как прежде, пацанам, ждать, надеяться, взрываться и гореть. С днем рождения, дорогие вы мои, тост четвертый, как стропа, предельно трост, просто, чтоб горели вы, но только от любви, чтоб друзья за вас не пили третий тост, чтоб горели вы, но только от любви, чтоб друзья за вас не пили третий тост. Надеюсь, что у нас вышла, что у вас обожаетесь мертвы, значит, я останусь живым. Ну вот, прописайте, еще раз я не могу пойти, потому что у нас диверсионная разведка у нас тогда вот, когда он создавался, был десантником процентов 50. Две десантников отобрали, и тут боевая разведка, диверсионная, парашют надо было прыгать, это были отчаянные ребята, которые выезжали по Туру, на прыжке, в Белоруссию хлеб не кормить, дай попрыгать. Вот, я-то прыгал всегда внушили, не люблю парашюты, а вот инструкторы из наших были, те прыгали без конца, до тысячу заваливали, я таких знал, и знаю сейчас, они воевали в Афганистане, воевали в Чечне, многие, я знаю, не буду называть, в иностранном регионе, и в Барусбате было много, их было, в Царевых Вуках, это в Сербии когда происходило, как уезжали, несмотря на то, что наемничество было у нас. Но если там у нас так несправедливо обходят всех, кто действительно составляет гордость и мощь России, то они воины, профессиональные. А я еще одну спою, песня переделана, я слышал в исполнении афганца там в источнике, а это я так называю Алина Наш Валера Первушкина, десантин-домоцик Кордомоцик Крестей, песня написана в 1972 году, потом, я слышал, записана пластинка на разных там, зачем переделывать то, что написано про десантуру, песня стали в 1972 года, никакой разведки там не идет, разведка во всех поисках существует, здесь конкретно РВДВ. А мой отец был первым, десантин, первым, он подъед или выбрасывался там с группой, имея три прыжка с парашютом в рамках досадного, вынулся в 19-й, получил ранение, генерал не спасли, генерал застрелился, ну, не важно, но, значит, песня Анатолия обязан тем, что в чьи не хорошо это, я бы, я все равно как-то, но у нас страшеналов его знают, а то ему хлеб не кормили, уже и вес-то за сто сорок перевалил, все, прыгает, ломает ноги, прыгает, он опять прилет сейчас туда, в колоковый аэро-прыг, вот такая, а у десантника судьба порой, коротка, как рукопашный бой, и небо синее над головой, над твоей головой, над твоей головой, над твоей головой, В нашей славе не замену и ты, Пусть даже дарю девушке цветы. А может, завтра в тишине ночной Я не раскрою запасной, Но ты прислушайся, летят гудят Самолеты в тишине ночной. И раскрываясь купола шурша Над твоей угловой И не прислушайся, летят гудят Самолеты в тишине ночной. И раскрываясь купола шурша Над твоей угловой. И ведь не даром люди говорят, Что в воду и поют стальных хребет, И пусть любимые спокойно спят, А не потой их сохранят. И не прислушайся, летят гудят Самолеты в тишине ночной. И раскрываясь купола шурша Над твоей угловой. И не прислушайся, летят гудят Самолеты в тишине ночной. И раскрываясь купола шурша Над твоей угловой. И еще два женщин тоже все это добиваю. А я не спрашиваю, а то. Ильин День, он мне еще и особенно дорог, Потому что 39 лет назад я женился. Хорошо, что я мне не могу жениться. Вот 40 лет, который будет офицерская жена. И двух детей тоже офицер. Но не десантливые такие дела. И не женатые. Я уж, кажется, не являюсь, а час там будет по 40 лет в следующем роду. Все это идет. Нету невесты. Это значит, что ты посетил? У меня вновь нет. Вот чего. И не принудится, посетитель. И он говорит, папа, нахрена нам хабут? Ну, как это так? Я последнего рода Морозова-Кутинцова больше нет. А остальные это и сестры. Ну, такие продвинутые шинки, виртуальные все. Ладно, еще одну песню я спою. А вот давай, как оловянный солдатник, это как-то про сыновей вспомнил. Да, но сейчас я, там другая программа сейчас. Оловянный солдатник, это да. Оловянный солдатник, это профессия. Оловянный солдатник, это да. Олянный солдатник, это да. У нас уже 40 человек. А может, даже больше, тоже. Так, это песня. Песантки наши пели. Вот из каскада пели эту песню. Конкретно написал, записал я, там, Юра Персанова. Это, вот, может, его адрес, да. Точно о том, чем занимается писант, как ударные войска Советского Союза. Лишь только солнце спустилось за лесом Лишь только супер окутил планету Мол, чудеса, самолеты зашел Увидев сигнал ракеты Мол, чудеса, самолеты зашел Увидев сигнал ракеты Мы будем прыгать в глубоком тылу Границ, штабы и ракетные базы Мы ставим на карту свою судьбу Одежность ее и проверим даже Мы ставим на карту свою судьбу Одежность ее и проверим даже Друг, через левую плюнь плечо Выбрось из ранца хлеба в ухомку Пару гранат положи еще Хлебом и бросишь по танку Пару гранат положи еще Хлебом и бросишь по танку Кому повезет, останется жить Кому суждено совсем иное Под куполом белым на землю плыть С простреленной головою Под куполом белым на землю плыть С простреленной головою Утравнувшим рукою тень И нож десантный свой обложил Идешь вперед, как будто смертник А за тобой десант, оставшийся в живых Идешь вперед, как будто смертник А за тобой десант, оставшийся в живых Работу закончили мы до рассвета Земля дымится чуть позади Базы ракетные, песня спета Десант уходит, растворясь в ночи Базы ракетные, песня спета Десант уходит, растворясь в ночи Так, десантники наши ребята Прикидали, прикидали Прикидали, прикидали Появиться и тут же смыться Потемлеет, далась бы ночь Песня верстила бы по разделению дома Так что Вы же из 3.45, ребят, да? Один раз встать Один раз встать Просто у меня верстаков, который был в третий Вы знаете, от кого выступал, да? Если говорят будут десантники Он не говорил, как он говорит Покорейте вообще с ребятами Но если пикута, то это песня Песня 3.45, 3.45 у полка Все его знают И она касается всех Так что я спою ее Демножко убивайся Зато верстаков На дневне не получится Обнимись, друзья Поражут 3.45, поражут десантный пол Обнимись, друзья Пою Фронтовик Поймет фронтовика Мы с тобой Остались Рядовыми 3.45 полка Мы с тобой Остались Рядовыми 3.45 полка Как мы были Молоды в баграми Как свистели Пули у виска Как сверкало Знамя Словно пламя 3.45 полка Как сверкало Знамя Словно пламя 3.45 полка От баграма От баграма И до бамиана Лезли мы Покручив Облака Сквозь рассветы Рваные как раны 3.45 полка 3.45 полка Сквозь рассветы Ну а тех Как в освобожденную Столицу 3.45 полка В русскую Священную Столицу 3.45 полка Послужбое Здравствуйте Во всех Прямо Вот так Сквозь Что сказать Не было Справа Выклины За П раскрытие Теперь 3.45 существует Его та же правда Российский флаг Президент приказал Вручить Но 3.45 Как советский П sovere calm Н получилось Спасибо Да Так Так Это Что dashboard Иначе, я говорю, вы знаете, сто лет, начало первой мировой, хотя вся Татар-Мандельская и даже Татар-Мандельская. Иначе, я рассказывал, потому что песни мы написали, хотели писать песни по книге Алексея Заткова «Снаждение Парукова», но нельзя писать о том, чего не знаешь. А у нас ничего нельзя было ниоткуда узнать, только в 91-м году появились развалы, правда, то, что не печатают в КСССР, Главлин запрещал, Главкуль запрещал, появился. И тогда можно было узнать о трагедии, делая гважда, действительно было о трагедии. Мы затеряли лучше, и началась война, начнут 905-й год поражения. Хотя сейчас пытаются развернуть, то это не поражение, то порта, а тоже. Послушаю вальс на слухах Манчжури, и становится понятно, что это все это было. Потом, одна 905-го года революции, вторая февральская революция, погибло с его одного человека, да? И тут же революция 17-го года, где неизвестен, откуда приехал, вагончик дал, и все, что-то такое. И началась война гражданская или усовица, как у Дали. У Дали нет такого определения, до 19-го и до 20-го гражданская война. Что это за гражданская война? Усовица между усовицами, значит, толковые слова не дали. Можете почитать, не найдете там никакого гражданского. Гражданские есть, а войны гражданские нет. И началась война, где Россия потеряла гражданская, противоубийственная война. То, что сейчас. Точные копии революции, первородные, уже еще одни начинают, другие, откуда взяли, заканчивают, начинают гражданскую войну. Ну, Украина. Спасить от нее, взять, как чума. Она начинает, значит, выписывать всех. Значит, война противоубийственная. 9 миллионов жизней потеряла только в гражданскую войну. А потом гражданской, чисто ее назвать и нельзя. Потому что все, белополяки, молчок об этом, Тухачевский провалил поход на Варшаву, остановили его, да? Могли бы выкинуть поляков вообще и Варшаву эту снести, к черту. И опять вернуть ее в состав. Она же Польша была, сколько лет составил, царство Польского составил Российской империи. Часто она на западную горе претендует отдать, пускай. Дойдут до Москвы и тогда совсем по-ручку. Вот и... Ну, хватит уже, сколько же можно сюда идти. То в озеро сделают, то врун, то там. Ну, и не получится. Ну, не важно. Значит, и война была... И трагедия Белой Гвардии заключалась в том, что дворянство были. И вот Пикуль, в честь имею, он писал донесения Западного фронта. Он же главный герой, офицер Генерального штаба, разведчик, он президент ГИФ, генерал Федоров его фамилия. Могу сказать теперь его. Генерал-майор Федоров был генерал-майор до 17-го года. И закончил жизнь генерал-майору. В войну, командир дивизии, а в все это время штрафной. Штрафной. Рот штрафного фронта. Очень... Те, кто... Он писал, что русская армия, донесение Западного фронта, пишут генеральный штаб, а лидерами штаба, донесение. Русская армия здесь колоссальные потери в церковном составе. Эти русские офицеры с папироской в зубах идут впереди рот батальонов и полков, набирают немецкие щелкнуть по одному просто так. Значит, это подтверждение. Это, конечно, вранье. Фильм Чапаль, вспомните? Да? Значит, красиво идут вон там черные там эти, да? Это каперец, это не каперец, это офицерский полковник Маркова. Там все были георгийские кавалеры. Их стреляют, они падают, идут дальше и курят себя. Никогда. Они всегда воевали в армии Деникина. Это офицерский полковник. В боях в Первой Гражданской погиб полковник, героический был. Это все. Вот вранье заключалось в том, что с Чапаль, с Чапаль не бывает никогда. Зато они уламывали по первое число первой корни Будённого. И нетерпели ни одного поражения. Здравствуйте, в огне. Но это не у нас, это лейтенант, генерал-тенант Туркул. Это значит, да, не молодым русским офицерам советским, вообще всем. Умер там Туркул. Он там пишет, два Анарегеева там, и дед, и вот будущий маршал, и Ленина Анарегеева в Финляндии. Они все воевали в Белой Платине. И в Первую мировую. То есть дед его и воевали. Значит, это заключалось в том, что от бесшабашной удали русское офицерство, офицерство дворянское, потомство, несли большие потери. В 14-е годы пошли разночиться. Потому что Гугль большая была. У меня есть учебник 15-го года, для школы прапорщиков. Напускали, уходили на фронт. Потери были огромные. Пленные были огромные. Потери первые. В австрийских плену содержалось много-много. Фу, австрийцы потом поотпускали. Но не могли эти люди принять то, что происходит на Руси. Ну, какие-то безродные там пришли, ребятки, приехали в вагон, и теперь всем наврали все. Начнусь насчет земли. Ну, это мы знаем уже, что там происходило. Но люди были какие? Вы не зовете ни одного великого русского писателя, которому не служил бы в армии. Ни одного ученого, которому в армии не служил бы. Не назовете. Вот из всех, Гугаревич, Пухачевский, там кто, один был прапорщик, и остальные все. Остальные рядовые интер-офицеры были. Белые гвардии, вот эта вот трагедия, Белые гвардии, да, это трагедия всей России. Они уходили, уходили они в Турцию, уезжали, где их никто не ждал, никто не хотел. Да, значит, лучшие люди России. Ну, если вы смотрели фильм «Колчак», это все половина того, что сказано. Я считал допросы, говорите, генерала Колчака. Расстреляли убили. Почему? Вот это вранье, что Николай Второй, последний император российский, он командовать не умел и подъехал к своей жиле. Это полное вранье. Это после того, как было смердельный для нас, неудачный прорыв, где попало в кольцо, и были в плен взяты десятки тысяч русских воинов. Он сам возглавил, он поет с наследником на фронт, об этом говорят. Сосаревич Алексеевич, больной парень, насквозь болезнь королей, гемофилия, кровью истекал. Он взял и княжон свой, а его на фронт. И начали побеждать. И понятно же всем было, и тогда у нас врали, 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 врали. Герои совсем другие. Но и мы же Россию выключили только потому, что тут в тылу революция началась. На чужие деньги. И никак не большевики, а эсеры разлагали армию. И что Петроград был навольнен дезертирами из флота и из армии, и рабочие с винтовками, которые пока вокруг костров сидят у себя там по окраинам. Они от мародеров защищают. А при штурме батальон все георгские кавалеры. Все офицеры и ути-офицеры. Все женские батальоны, батальоны смерти из войны. Он не знал ни в кого страдает. У нас не израильские команды, а сын и ливийские, и эти самые, охрана Каддафи. Она не будет, женщины не будут убивать детей. И мужиков, кстати, тоже будут. На что надо ножки хватить. С пяну завязать, может сейчас без войны. А на войне нет. Совсем по-другому. Ну, женщины первые, они знают цену жизни. Чужой из-за того, что... Никуда не спринять. Два человека убиты, и то вородеры. А то он вообще констрелял, которые воровали, там тащили еще не попали из дворца, из Зимнего. Рязанские десантки и мои товарищи, мы в 93-м. Вот отняли, расстреляли бы ментов и замоны ментов, которые воровали из Белого дома. Расстрелили бы, вот тащили все. Отдавали милиции и исчезали. Ну, то же самое. Революция, первород, война. Революция, война гражданская. Очень понятно. И все это трагедия Белой Гвардии. Но вы никого не возьмете из писателей, которым мы сейчас восторгаемся. Мы всегда восторгаемся мертвыми. Сначала оболгав им, сделать из них каких-то ангелов с крыльями. Зачем? Правда гораздо. Да нет, правда у каждого своя истина она. Надо до нее докапнуться надо. Так вот, как я видел войну, я начал читать. У меня в 91-м году много друзей было. В Швейцарии. Андрей Раевский-Сухов. Это праправда Гералла Шахраевского, герой Бородина. Брат в Германии, названный сидит. Он в юрке сейчас безработный, там и нещет. Но на радио «Свобода» был один из ведущих военных. Они мне книги, вот я просил у всех, присылайте мне книги. Первые. Съезды происходили много лет там, за границей. Импограция первой волны. И самое интересное, я когда залез в архивы комитета государства безопасности. Там был открыт с 89-го года, хадис, матрия, хамиль, бородили. Смотрели, что вы лишние, я думаю, что вы лишние чего-нибудь так не утащили. Журналисты всякие. Ну, открыто все, ходи, чего-нибудь утащить. Потом деньги так большие получить. Вот на 41-й год началась война, не прошло трех месяцев. Вот три с половиной тысячи офицеров Белой гвардии, Белой армии, писали президенту Верховного Совета. Что они готовы встать под ружье и защищать свою роль. Не в парижном, не в чехе, ничего. Меня запомнилось писать. Полковник. 74 года. Он пишет. В Германии. Якова штаба. Он пишет, что он. Я, говорит, конечно, по возрасту непризывной. Но я все эти годы, как профессионал военный и специалист, изучал доктрину германской развитии. Все как Германия за 33 года, там, за всеми я стала великой вооруженной державой. Знаю все там. То, что немцы сами рядовые не знают. И пустите меня, дайте мне, я готов быть рядовым, командиром роты, командиром полка. Это один, который я запомнил, потому что возраст что-то такой. А других я, конечно, не прочитал, потому что в отдельном архиве все это было. Отришающие вещи. Люди уизнанные. Некоторые были обречены на смерть приговора, где мы придем на сборку. Утепов, Робсов. Это здорово написано. Но люди-то воевали за Родину. Уходили на остров Ленбас. Уходили плохо. Да. Умирали. Ищите и бедности. Это хорошо показывает фильм. Бег. Помните, чего доходило в бедность? Ну, это офицеры, значит, настоящие умирали с голубой. Значит, уж беднее. Писали без конца чего-то там. Так вот. Дальше, лучше дальше работать не надо. Это уже от охристианская русика может дойти. Вечно вот эта вот проблема, она проявляется на всем высшем ветке, как учат, когда же конца играет и нет. Ну, воины, нормальный состояние человечество. Земля не выдержит их как-то. Пришел весник и выгнал из земли и американцев, и вьетнамцев, которые там вдруг воевали. Вот такой. Тоже, где-то тоже. Земля ответит. А если ты плелишь на землю, она не почувствует. Гарты, я плелишь на телу, то бежит. Говорит. Я насилую землю, на которой живешь. Вот поэтому, как я воспринял... Я три песни спою, они как раз подходят к сегодняшним сантура, и нашу главную из тем, которые мы попишем. Первый мировой. Письмо строго. Западного франца. Что вы написали? Я пишу вам, имею ли право после наших случайных встреч со спиной дымит перебрав, что пришлось и отходить поджечь, и дописим ли в свой круговерти сумасшедшие всемирные войны, может быть, за минуту до смерти вот у этой сгоревшей сосны. О войне ни в конце, ни края, и Всевышнему душу вручил. Я четвертую лошадь меняю, удивляясь, что сам еще жив. Но если в моем арьергальном я поду в предначертный час, то погоны святым аксельбантов ординалец мой вам передаст. И тогда не платите слезами на нежданную горькую весть. Просто знайте, что в небе над вами вам знакомая звездочка есть. Ах, какая безмерная плода с нас берется великой войной. И пылают пожарки, растрады, год четырнадцатый роковой. Ах, какая безмерная плода с нас берется всемирной войной. И пылают пожарки, растрады, год четырнадцатый роковой. Но попался отчетный администратор, офицерские балыжи были в Москве. И война, если вы знаете, испорт началась не сразу. И непонятный причин, почему Россию ввязалась. Да, был Союз королей, была Антанта, и Россию туда. Но Россию тоже в Терзане бросили, как туда пушное мясо, остальные все получили с этой войны. Репарации большие, Россия не получила ничего. Даже дала потом. А чего вы ввязались? Ну, очевидно, потому что все родственники были. И непонятно, мне вот еще одно. И мы тоже задумались. Романовы все наполовину начать на одну восьму немцы. Все немцы, вся династия Романова. Даже Катерина, она тоже немка, там западная какая-то. Там ее взяли, из-под телеги вытащили и сделали императрицей. А чего мы с ним воевали? У нас немцы помогали устраивать после, кстати, после гражданской войны. Американцы, чего там война? Вот я по жизни убеждаю, что война не возникает. Это значит, как звезды. Если нам, тот же сказал, зажигают, значит, кому-то нужно. Если воюют, значит, это кому-то нужно. Не бывает такой войны, чтобы кто-то выиграл. Или все проиграли. И все выиграли. Кто-то один выиграл. Это был новогодний вальс, 15-го до 14-го, офицерский бал в Москве, в офицерском собрании. А оно было здесь неподалеку, в Воронцовском дворце. Вот такая песня. Ну, а из-за вальс присвеча. Нет еще войны, но наскоро будет война. А пока один, где-то Москва. Молодежь всяк, гранаты, гранаты, лейтенанты. Вальс присвечен, вальс присвечен. Музыка из-за согреты, теплые в реки на бедных плечах. Палета. Теплые в реки на бедных плечах. А, э, палета. Графиня, я вожи пленен красотой. Бывают такие моменты. Ах, полуполковник, оставьте другой. Свои комплименты. Вальс присвечен, вальс присвечен. Музыка из-за ночи согрета. Мягкие блики на женских плечах. А, э, палета. Ого, аккорнет-то какой молодец. Такая красивая пара. Семнадцать всего. Совершенный елец. Охватка. Кусарка. Вальс присвечен, вальс присвечен. Музыка из-за ночи согрета. Теплые в реки на бедных плечах. А, э, палета. И старый полковник, и юный корнел. Сроднились сегодня. И разницы нет, поскольку им лет. Вальс новогодний. И разницы нет, поскольку им лет. Вальс новогодний. Пусть завтра война, пусть завтра в погоду. Сегодня об этом ни слова. Как знать наперед, где пуля найдет того и другого. Потому что сегодня вальс присвечен, вальс присвечен. Музыка из-за ночи согрета. Белые блики на женских плечах. А, э, палета. Белые блики на женских плечах. А, э, палета. А, э, палета. Продолжался, ну вы все знаете, значит, эту песню, за которой все Звездинский подался и судился с этим самым. Поручик Оресов, короче, с Малининым. Ни тот, ни другой это не написал. А это написал подпоручик Туроверов. Подписал подпоручик. Неизвестно. Подпоручик Туровера в изгнании на острове Лембас в Турции. Я продолжение так есть написал. Называется она «Четвертые сутки». Война продолжается. Туманное утро, расистый тракт. Брежгой России об уломки держав. Усталые люди, усталые горе. Четвертые сутки за нами погоня. Усталые люди, усталые горе. Четвертые сутки за нами погоня. Сожженные станицы, единственный дом. За окнами ночи разрывают зорницы. И горькою пьют за дубовым столом. Королета Валенский и поручик Голицына. И горькою пьют за дубовым столом. Королета Валенский и поручик Голицына. В листьях золотой, в шитье Липолета. В табачном тумане качаются лица. И пьяный поручик, и пьяный корнет. И штабс-капитан, что в пути приблудился. И пьяный поручик, и пьяный корнет. И штабс-капитан, что случайно прибился. А я вспоминаю рождественский бал. Неужто когда-то мы молоды были. Военный оркестр, только вальцы играл. И медленно, медленно, пары кружили. Белые плечи танцующих дам. И плавя свечей отражаем паркет. Да было ли это, не снилась ли нам. О чем же ты плачешь, мальчишка-карнет. И последний рассвет наступает не спеши. Есть еще пистолет и осколок души. Вновь ливни косые, застучат по земле. Ты прости нас, Россия, твоих сыновей. Вновь ливни косые, застучат по земле. Ты прости нас, Россия, твоих сыновей. И он, как он так представлял, когда писал, скид в каком-то каботе, в адрес пьяный, ничего ему не надо, своих нет никого. И он вспоминает, о чем сейчас я спою. Помню, тройки проносились по Арбату, колокольный звон качался над Москвой, и над Яузой на мостике Горбата я встречался с гимназисткой молодой. Где же те годы, где девчонка-то, в тёплый шар, в шаре нежно-розовой? Родина, прости, ты меня верни снова в край берёзовый. Родина, прости, ты меня верни снова в край берёзовый. И гуляли по манежу чип-то пары, и качались на неглин и фонари. А в Яру под семиструнный звон гитары, мне цыганка пела песни до зари. Где же те годы, где цыганка-то, в чёрные шаре с розами? Родина, прости, ты меня верни снова в край берёзовый. Родина, прости, ты меня верни снова в край берёзовый. А потом оркестр военный марш играл, и бродил рассвет холодный по штыкам. Чьи-то руки я в руках своих держал, и качались чьи-то слёзы по щекам. Где же эти дни кончились, отгремели грозами? Родина, прости, ты меня верни снова в край берёзовый. Родина, прости, ты меня верни снова в край берёзовый. Родина, прости, ты меня верни снова в край берёзовый. Но куда же теперь, господа офицеры, Значит, тючесть такая в Великой Руси Покориться неправильной силею. Мы уходим из города на вразить, Более-больно оставився красные России. И по всем кавакам, и по всем кавакам Пьет христовая рать, уцелевшую чудом, Смирновскую водку нам к смертям Прежде времени не привыкать, А теперь он придется и жить не в охотку. Мы уходим от праха отцовских могил, Завернувшись в пропахший порох в бурге, А грехов наших чашу до капли испил Император убитый в Екатеринбурге. А это, Боже, добраться, терпенье и сил. И вождожды в крови безумно и пьяно Под поручик Алимов вчера пристрелил Боевого коня из себя, из нагана, А сегодня усходим шраптелью разбитых Мы коней своих боем соленой водой И считаем породно живых и убитых. Завтра дадамят корабли над барашками волк, Полося обреченных на муки изгнания. Завтра будут драться вдали за великий престол. Тот, кто бросил его, убоявшись страданий И в неясной дали закончил свой бег. Мы, измерившись в чуде, в пророках и мессии, Может быть, позавидуем тем, кто навек Лёг священную горькою землю России. Может быть, позавидуем тем, кто навек Лёг священную горькою землю России. И так и получилось, как они. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А мне вот когда приезжал, Андрей Гребецкий, Ну, по-нафисту я, не раньше, там в Петцарию, И разведчик все было. И вот, когда я просил признать, он сказал, Игорь говорит, знаешь, чего? Есть на рубежом немецкий русский, французский русский, царский русский, францитский русский, израильский русский. Вот из них от русских. Так что, вот такие вот песни. Так вот. Итак, последний песни. Нет, две еще. Два лет, две. Костучая песня всего. Сто лет со струнами, передаем, девять вновь с ровнями. Первая ровня. Значит. Такая песня. Может, казалось, грубоватый, недостойный офицер, делал царство любого года. Война изовечила всех. И тогда было, где-то сантиментов. Это я так представлял. На самом деле, или читал, но, на самом деле, другого. Погода сегодня не к черту. Для злых и усталых мужчин Набить бы кого-нибудь в морду. Да нет подходящих причин. А демон тот дождь проливает, то снегом штворит в лицо. Но так, господа, и бывает. Наверное, перед концом. А в памяти спутались горько, шарапанель в полицейских полях, Больничные серые койки, И дом с визанином в филях, И парк, И облюбленные пары Скрывались в тени тополей, Где часто свернут вегетары. И рано собрание друзей, Какие мы были за мирами, Как смелыми были в плечах, Как ловко сидели мундиры На узких мальчишних плечах. А нынешний дьяволы, Боги, Не трогнет сражение и рука, Клинок загоняя по струке Вожущие тела врага. Простите мое благословие, И ведем мы наперед, Но будет еще при озове И страшный ледовый поход. И все одолеют дорогу, И всем улыбнется судьба, И всем упокоятся с Богом На святом же гвейтере ла. А нынешний погоня Непчетный холодный туман Отреки. И ж теплая конская вода Касается мокрой щели. Теперь по той же теме Есть замечательный Друг мой, поэт, Давно не видел его этого. Пописал, получает стихи, Он так же изучает вместе, Но находим материалы, Калки, возможности, Будут поделаны с полтеной главы, Деланом движением, И по революции, Что было потом, И прослежили историю Мелой главы. Это революция, Это знание, Там замечательные, Вот это вот тот офицер, Который не предал, Не просил. Но вы знаете историю Николая Гумилева, да? Он не был участием, За что он отрелал ЧК, Учебник Новогвардейского заговора. Но он принял на хранение Офицерскую кассу, Нельзя было оставить. Его друзья, Кавалергарды, Офицеры собирались на дом, Калейдину, К нему пришли домой. Он отказался, Я говорю, не буду, Ну, типа, не буду воевать Профессор народа. Но ему сказали, Ну возьми, ты же офицер, Они вместе воевали, Они все георгические кавалергии. Ему отдали Скатушкатулку с деньгами, Золото, Мы не можем, Это офицерская касса была, Не можем взять Дона путь долгий, По пути же банды, Грабежи ведь отнимут, А это наши... Когда мы вернемся, Они не вернутся, Никуда ничего. Вернемся, Тогда вот оно и потребуется. Значит, Но его, Одна из версий, Не буду утверждать, Но другая, Виника инфраструктез, Его просто продавала. Чекарь. И он был расстрелян. Но в 89-м году От прилетела его сестра, Ей было 90-е лет, И когда он спускался с аэропорта, По тропу его окружения, Журналисты все, И стали ей пихать в лицо микрофон, Бабушка старушка, И все понимали, А был ли ваш брат, Ученник Камзакура? Был. А почему, Почему, Потому что он нам одно слово сказало, Потому что он был офицером русского херна. Прекрасный ответ. Всяким идиотам, Там писакам отвечать, Почему? Да потому, Не товарища мог предать, Не свой народ расстрелил. К сожалению, Те времена прошли, По 91-му, По 93-му. Ну вот, Это, В общем, Уже гражданское войное начало. Где белые офицеры, Царские, Имперские офицеры, Воевали на стороне, Понятно. Были те, Кто ушли, И потом все равно расстреляли, Все воинспецы, Все вот эти вот, Которые были. Потом, В 30-х годах, Расстреляли все. Революцию пожелает сегодня. А это еще было в разгаре. Война, Благодаря. Но мне нравится, Эфим Чапаев, Одной и единственной фразы. Помните, Я там, Десятник сын, Жифнев, Украл поросенка, И мужу щенка, Стал терзать, Чапаеву вопросами. И такой, Белые пришли, Грабим, Красные пришли, Грабим, Куды ж христиане Поплотаться. Вот, Вот и все. Сейчас суть гражданской войны. Были красные, Сиди, Вот об этой войне, Вогу сказать, Что Батиха Махной Один из первых, Десятка первых Боевого красного знамя. Знаете? Да, Жизнь Парижа в нищете, Никаких богатств не нажив, Умер от Чихоткин. И Гуляй Полева Было первое Истинно демократическое Образование На территории царской. Власть народа. А до того, Не знать того, Что, Вот, Фильфин, Хождение Бамок, Матон, Да? Лева Задов, Начальник контрразведки, Я Леву Задов, Сказал, Наспредельную сторону В Турции куда-то. Чикаг Разведку. Парадоксы войны. Ой, Мне было бы охотиться, Не взяли бы там, Что там, Красный Рад. Ему дали вверх, А потом Ну, А вот Катонский Этот ботинок Натуральный. Реккетер. Ну, Да, Реккетер. Реккетер Пьем сверху Ямтик за руки В Екатеринбурге Бросал В щи купцов Слушай, Хочешь ли Богу Себя найти? Написку в книгу, Примерно. Плати там, Если не хочешь найти у себя Вообще Богу. Ну, Кому герои Это просто Как-то Интересный, Героический Ну, Наверное, Как посмотришь. Но, Неважно. Вот, Сергей Гордеев Зовет моего друга, Очень хорошего поэта, Замечательного. Он мало Как-то появляется, Потому что некогда Ну, Там еще чего-то. На фестиваль Туда приезжает Петь, Смиродная песня. Судьба Милого офицера Контрразведки Полка Офицера, Который попадает В руку колеса. Прекрасно. Я у стенки стою, Офицер полковой Контрразведки Примет душу мою После залпа Прицель на бок Осиницы поют. Глупо прыгают С ветки На ветку Ждут солдаты В строю Трех линейки Поставь Удоб Ты прости меня, Россия За любовь мою, За веру Был я белым Рабиспьером И щадил Твоих врагов А теперь Меня схватили Наградили Высшей меры Только белых Офицеров Ты чеки сломать Не смыть Мать-Россия Он очечки Не даст Механизм Ослинистопослушный Пуля дура Сейчас Прямо в сердце Ужавит меня Но завязывай Глаз Мне товарищ В кожанке Не нужно Нынче вы Завтра вас Расстреляют Мои Упреденяты Ты прости меня, Россия За любовь мою, За веру Был я белым Рабиспьером И щадил Твоих врагов А теперь Меня схватили Наградили Высшей меры Только белых Офицеров Ты чеки сломать Не смыть Мать-Россия Моя От меня Не услышат Несторожно В этих детей С тебя Обрету я Свой вечный Покой Передаю И те Друзья Сыновьям Ординальной Погоды Пусть не трогнут Пою За свободу Страны Дорогой А я Я у стенки Стою Офицер Подробой Горд-разведки Примет Душу Пою После Залпа Прицельного Бог А синицы Поют Глупо Прыгают С ветки На ветку Ждут Солдат В строю Трехлинейки Постан Бог Перерыв 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 Точно Раз Раз Перерыв Будем вредно Пыли Почти Почти